Здравствуйте, мои дорогие! Наконец-то после долгого перерыва я снимаю это видео и хочу поблагодарить моих подписчиков за терпение и понимание. Спасибо, что вы писали мне, беспокоились обо мне. Я хоть и отвечала на ваши сообщения с большой задержкой, иногда и в целый месяц, но всё-таки мне было очень приятно получать эти сообщения. Я их читала, ну и как могла отвечала. Приятно, что вы помните меня, любите и ждёте. И вот при первой же возможности я снимаю это видео. Вкратце, у меня всё хорошо. Как я и говорила, я записалась на курсы, которые, к сожалению, я ещё не закончила, но я уже нахожусь на завершающем этапе. Мне осталось уже совсем чуть-чуть. Я думаю, что максимум к концу января я закончу эти курсы. Всё это время, с сентября месяца, я практически ничего не вышивала. Ну, практически вообще ничего не вышивала, потому что у меня был очень сложный график. Я просыпалась в 7 часов утра, в 8, уходила из дома, до 4 я на работе, к 5 мне на курсы, курсы до 10. Также нужно вернуться домой. И возвращалась я где-то в 11, в 11-15. Но оставалось время только для себя привести в порядок и люблю что-то сделать дома. Поэтому, как вы понимаете, на вышивку времени у меня совершенно не было. И я очень скучала за вышивкой, честно вам скажу, и за вами. Но вышивать у меня не получалось даже на выходных, потому что на выходных у меня тоже курсы. Хотя они были до 7 часов, но есть ещё и домашние дела, которые нужно было успевать делать в это время. Ещё за время моего отсутствия я успела сделать ремонт в ванной комнате. Как я это сделала, я не знаю. Это вообще чудо чудесное при таком ужасном графике. Ну и вот с этой задачей я справилась. Победы на моих курсах очень большие и значительные. И я счастлива, что смогла пройти этот путь. И благодаря этим курсам и я, и моя жизнь очень сильно изменились. Особенно это заметно на моей работе. Дела у нас пошли значительно лучше. Ну и, конечно же, личная жизнь вообще всё-всё улучшилась. И я рада, что я смогла преодолеть этот путь и получить столько изменений в моей жизни. Это вкратце то, что у меня происходило. Не буду я сильно углубляться и рассказывать о курсах, о каких-то моих победах. Я считаю, что так как канал о вышивке, личную сторону я хочу оставить всё-таки для себя. Ну а с вами буду делиться именно вышивкой. То, что у меня есть, моими планами. И будем разговаривать на тему вышивки. Хотя, конечно, мне сейчас вам показать особо нового нечего. Но я буду пользоваться тем, что у нас идёт завершение 2018 года. Хочу в этом видео подвести итоги. Показать, что у меня в этом году всё-таки вышилось. Получается, у меня этот год был с января по август месяц. С сентября я уже ничего не вышивала. Вот только сейчас мы закрылись на праздничные дни с 21 числа. И на 10 дней мы примерно закрылись. Как только мы закрылись, и я утрясла некоторые домашние дела, я сразу набросилась на вышивку вот с такими вот глазами. Поскорее хотелось взять в руки канву, иголочку, ниточки, повышивать. Родные крестики, любимые. И я уделила этому хобби, моему заброшенному, много времени. Кое-что мне удалось повышивать. Но всему своё время я покажу вам мои текущие процессы, что я вышивала. Обо всём поговорим подробно. Хочу в этом видео подвести итоги 2018 года, показать, что я вышила. Итак, поехали! Итак, давайте посмотрим, что я вышила в 2018 году. В январе месяце у меня завершилась вот такая замечательная работа. Так, вот так. Это Custom Crafts. Дизайн называется Петух, соответственно. Начинала я эту вышивку в 2017 году. Хотела вышить, как символ год петуха, но немного было вышито в 2017. Он перекочевал в 2018. И 18 вот в январе я его, этого красавца, и завершила. Как его показывают, так чтобы можно было всё видеть. Здесь, значит, работа 35 сантиметров на 35. Здесь участвовало достаточно много цветов. Ну, я не могу сказать, что очень много. Около 30 оттенков. Подробности самого дизайна я сейчас не вспомню. Не буду искать записи. Я оставлю ссылки. Если вам интересно, вы можете зайти посмотреть. Единственное, что я скажу, по своим эмоциям и впечатлениям, вот данный Custom Crafts вышивается очень легко. Обычно, вы знаете, Custom Crafts это сложные дизайны, много одиночек. И не все берутся за эти дизайны. Вот данный петух вышивается очень-очень просто и быстро, потому что здесь идут всё цветовые пятна. Одиночек здесь нет вообще. Ниточки здесь ДМС. Очень хорошего качества. Очень прекрасная и хорошего качества здесь канва. Ну, что можно сказать? Одно удовольствие. Легко, быстро вышивается. Материалы качественные. Получается очень ярко и очень эффектно. Почему-то в этом году я не оформила ни одной работы. Как-то у меня не сложилось ни финансово. Два ремонта, ванна, кухня, курсы. Очень такой насыщенный год. Хороший год для меня был, можно так сказать, подвести итоги. Не то, что 2017 был для меня очень сложный. А 2018 меня уже как бы так немножко конфеткой задобрил. Будем надеяться, 2019 принесёт ещё больше приятных сюрпризов. И я надеюсь, что в следующем году, прямо с января, я начну потихонечку оформлять свои работы. И начну, наверное, с этого красавца-петуха, который мне очень-очень нравится. Яркий, позитивный мой петушочек. Мы сейчас с ним в красненьком. Хороший такой петух. Здесь 14 каунт, поэтому работа получилась достаточно большая. 35 на 35. И когда буду оформлять, естественно, паспарту, рама, такая будет хорошая картина. Замечательно. Я очень довольна этим дизайном. И довольна, что я нашла в себе силы и возможности вышить эту картину. Следующие работы были небольшие, но по времени тоже затратные. Это вот такие вот бескорнюшки. Мне моя фея дарила наборчик. Вот с такой бескорнюшечкой. Это Риолис. Очень симпатичная, милая вещица. Я вышила. Не могу сказать, что очень быстро вышивается. Где-то неделю у меня ушло на эту кропотливую работу. Здесь 18 каунт. Рисуночек такой мелкий. Нужно было вышить две половинки. Ну и так как я начала вышивать одну, а в наборе было много синтепона и канвы, вот из второй части канвы я вышила вот такую бескорнюшку. Схемку я нашла в интернете. Это вот такие яркие бабочки. Ниточки здесь у меня ПНК, подбор. Просто на глаз выбрала сама ниточки и вышила вот в такую вторую бескорнюшку. Они очень хорошо сочетаются и хорошо подходят и для фотографий. И вообще мне нравятся. Они у меня на столе, я всегда ими любуюсь. Особо не пользуюсь. Иногда пользуюсь. Но больше как декор. Они такие яркие и красивые, мне очень нравятся. Хочется еще вышить что-нибудь такое маленькое и такое вот классненькое. Двигаемся дальше. Следующая работа, которая у меня закончилась, по-моему, в марте месяце. Это вот такая вот красотень. Это лансвит. Так, как бы нам подвеститься. Вот. Вот такая красотень. Это лансвит. Спимая радость. У меня два таких наборчика парных. Этот я начала в 2017 или 2016. Я уже не помню. Долго он лежал. Работа сложная на самом деле. Много цветов. Канва здесь синяя. На темной основе всегда сложно вышивать. Плюс очень мелкая. 18-й каунт. Здесь идет большое смешение цветов. Очень дробный бэкстич. Много красивых, ярких деталей. Но, как вы понимаете, все это вышивается не так-то быстро, не так-то просто. Поэтому пришлось потрудиться. И много у меня времени занял этот дизайн. Но я очень им довольна. Пока не оформляю, потому что ждет свою пару. Вот эта вот проблема с парными дизайнами. Вышиваешь один, потом хочется отдохнуть, переключаешься, а к парному не так-то быстро возвращаешься. Но очень хочется надеяться, что в этом году я смогу вышить пару и оформить этот дизайн. Пусть он и детский, но он меня очень радует. И я хочу увидеть в своем доме вот эту милую зайчику, зайку. Это ланцвит. Как я уже говорила, вышивала по оригинальному набору. Размер работы 24, почти 25 см на почти 30 см. Могу немножко ошибаться. Я в любом случае померяю и буду вставлять в видео размер работы, чтобы вы имели представление. Много здесь использовалось оттенков, ниточки ДМС, конватс Вайгард. Вот так комплектуются оригинальные наборы. Это моя вторая такая большая работа 2018 года. Большая, сложная, поэтому она такая ценная, скажем, не малышка. Перейдем к следующим процессам. Следующая работа была вышита абсолютно спонтанно. Спонтанно увидела, загорелась, нашла в своих запасах необходимые материалы и сразу приступила. И вот так в моем доме появился вот этот прекраснейший сэмплер с подсолнухами яркими. Немножко вот такой дизайн деревенский, но очень уютный, теплый и очень-очень симпатичный. Здесь я использовала основу Цвайгард. Нет, я, наверное, брось, здесь не Цвайгард. Я вообще не помню, что это за основа. Я оставлю видео, где я все подробно показывала. Сейчас я вам покажу просто дизайн. Вот такие вот подсолнухи у меня вышились. Тоже надеюсь, что я смогу оформить эту работу в этом году. Прям, наверное, себе сделала какой-то план, графика. Я постепенно буду их оформлять. Вышивались эти подсолнухи очень-очень быстро, просто мимолетно. Хотя я здесь и наделала каких-то ошибок из-за моей спешки. Здесь были какие-то стежки гладью, я не усмотрела. Я все крестиком повышивала. Ну, думаю, ладно, все равно красиво смотрится. Немножко из-за того, что основа не совсем равномерная, мои подсолнухи получились немножко сплеснутыми. Но как-то здесь это не особо заметно. Этот дизайн такой он сам по себе настолько универсальный, что его можно вышивать на любой основе, любого цвета, менять ниточки, и все будет у вас красиво. Очень теплый, приятный. Я, знаете, вот это мой первый сэмплер, и очень мне понравилось вышивать эти сэмплеры. Кстати, посмотрела я этот дизайн на канале у Елены Ветровой. У нее очень такой интересный вкус, как она умеет выбирать эти сэмплеры. И я у нее всегда подсматриваю что-то интересное в плане сэмплеров. Раньше я на них не обращала внимания, а сейчас даже вот хочется вышить что-то еще. В июне месяце, точно в июне месяце, это... вот он, красавец! Это мой ветер от панны. Давно у меня лежали эти наборы, давно я мечтала, что нужно их взять и вышить. Когда-то был начат немножко, отложен. И вот в этом году пришло вдохновение, я села, и знаете, оторваться невозможно. Настолько прекрасный, настолько он настроенческий, легкий, интересный дизайн. И я его вышивала просто на одном дыхании. Мне не есть, не спать, не хотелось ничего. Просто дайте иголку, я буду его шить. Вышила рекордно за один месяц. Вышивается, как я сказала, очень легко. Ярко получается, шикарные круги. Это вообще идет по набору панны подушка. И вышивала я в совместном проекте подушка Маня. Хотела делать подушки, но муж увидел, говорит, нет, Юль, давай вот эту красоту только в картины. Ни в коем случае подушки будут затираться, жалко. Он в последнее время пересмотрел мое хобби. Раньше он очень критично к нему относился, что я сижу вышивая, ему было жалко моего времени. Он находил это бесполезным. А сейчас оценил мою вышивку, очень ей дорожит. Прям вот смотрит, когда собирается много вышивого, говорит, давай-давай оформлять, что в картины давай везде повесим, давай пусть все смотрят, гордится. И мне очень приятно. Поэтому и посоветовавшись с мужем, мы так решили, что будем оформлять в картину. В картины. Потому что здесь 4 дизайна. Я вышила 2, и еще 2 мне нужно вышить. Я надеюсь, я смогу осилить в 2019 году и дошить эти 2 дизайна, чтобы уже все их оформить и повесить все вместе 4. Представляете, как красиво будет? Я прям предвкушаю. Вот, посмотрите, еще раз поближе мой кружок, мой ветер. Вот он. Вот он. Красивый, правда? Шикарный. Я рекомендую. Если кому-то нравится, попробуйте. Вы будете довольны процессом и результатом. Итак, ну а в июле я сразу взялась за второй кружок. Это огонь. Смотрите, какой яркий, красивый. Мы опять в красном. Такой красивый спартанец. Кто-то мне написал, это титан. Может быть, это и титан. Я не спорю. Здесь очень яркий дизайн. Вот такой красивый грек. Вулкан. На руке у него феникс. Моя мама мне писала, говорит, я очень долго смотрела твое видео с вышивкой и искала, где же голова у этого феникса. Вот, показываю специально для мамы. Вот он, феникс. А вот внизу его хвост. Вот, щит какой красивый. Шикарный круг. Дизайн. Я вообще балдею от таких вот дизайнов. Не знаю, как правильно называть эту стилисику прорисовки, но мне очень нравится. И если хорошо оформить, я думаю, все четыре круга будут смотреться замечательно. Ну, у меня вышли два. Это ветер и огонь. Остается земля и вода. Женские образы, скажем так. Это два мужских. Остается еще два женских образа. Это будет уже на 2019 год. Вот такой кружок у меня вышелся. Давайте посмотрим, что же еще. Ну, и в августе месяце уже так. Я уже была на курсах. Уже времени было мало. И эту работу я брала также и на курсы с собой. Но все-таки мне удалось чудом завершить, успеть завершить еще и вот эту работу. Это дизайн Маржелин Бастин. Это был набор фирмы Ланарте. Я купила этот набор фирмы Ласка много лет назад. Это как бы копии, да, делая фирма Ласка. Но я в этом наборе заменила абсолютно все. Нитки, основу, оставила только схему, которую тоже нужно было заменить. Но знаете, я уже начала и мне было лень заниматься и делать еще какие-то замены по схеме. Поэтому я вышивала по схеме, вложенной в набор. И вот посмотрите, что у меня получилось. Сам дизайн очень нежный. Дизайн очень нежный. Чудесная фарфоровая ваза. Вот такой гнездышко с яичками. И деревенский букет. Здесь розы, анютыны глазки, лютик, нарциссы, много жучков, бабочек. Вот такая вот пышная красота. Ягодки, малинки, колосочки. В общем, полное разнотравье. Такой садовый букет. Все, что нашли в саду, все сорвали, поставили в вазу. Замечательный, легкий, акварельный. Тоже просится в оформление. Но, может быть, нужно найти что-то вышить в пару. Не знаю. Пока еще не определилась. Сам дизайн мне очень нравится. Это была моя мечта его вышить. Вот столько лет я держала этот набор. И сам дизайн у себя в голове, что мне его нужно вышить. Наконец-то мечта осуществилась. Все, он готов, он завершен. Этому очень-очень рада. Вот такая красота. Кстати, вышивалась на линии 27-го каунта. Вот, забыла из мелочей. У меня еще потерялся вот такой совеныш, который я вышивала в дополнение к совместному проекту. Такие разные совы. Вот такая вот здесь у меня подвесочка. Висит у меня на лампочке. Такая штучка появилась. Симпатичная. Вот. Вышивала тоже с самоподбором. По идее совопада. Это... Забыла, какая фирма. Ну, не важно. В общем, нашла схему. И с экрана, своими нитками, сама чего-то вот вышла. Такая получилась смешная сова. Итак, подведем итоги 2018-го года. У меня, по моему блокнотику, получилось 8 работ. Из них 6 – это крупные работы. И 2 – это маленькие прикладнушки. Это две бескорнежки и маячок, да, совушка. Я считаю это очень хорошим результатом. За 8 месяцев 6, ну, средних работ, некрупных средних работ, да, в среднем 20 на 30, 25 на 30, 30 на 30, ну, такие работы. Это очень хороший-хороший результат. Но это еще не все. Я также хотела бы вам показать одну работу, которую я буду считать завершенной в 2018-м году. Итак, как только у меня появились свободные денечки, я сразу взялась за вышивку. И я принялась за вот этот бисерный мой процесс, который очень много времени у меня уже стоит. Наверное, с мая месяца. Это набор «Чарим на мыть». Здесь частичная вышивка бисера. Вышиваются одежды и украшения, да, вокруг святых. У меня было вышито достаточно много. Оставалось мне вышить одежды Иисуса и украшения. Ну, и я взяла за эту работу. И все, что было необходимо вышить бисером, я выполнила. Давайте я вам это показывать поближе. Так, вот. Все, что нужно было вышить бисером, я все вышила. Вышила также украшения бусинами, различной рубкой. Белой бусиной, красной бусиной рубка. И приступила уже к вышивке золота. Нужно будет вышить нимбы и украшения вот в этих трех оконцах, да. На данный момент еще эти оконца у меня не вышиты. Но я думаю, что сегодня-завтра я завершу этот процесс и он будет готов. Но так как я не знаю, когда я смогу снять следующее видео, я хочу в этом списке за 2018 год также огласить и эту работу. Она уже у меня, будем считать, готова. А в следующий раз, когда у меня будет время, я уже вам ее покажу, ну, стационарно. Кто-то сейчас скажет, что ты нам себя показываешь. Ну, такое видео раз за год себя нужно тоже показать. В следующем видео покажу вам стационарно все подробности, элементы, бусинки, все как блестит, как получается, все подробно расскажу. Вот. В этом видео просто хотелось обозначиться и показать эту работу. Узнать, что у меня за этот год получилось все-таки 7 процессов. Потому что это тоже достаточно объемный и трудоемкий процесс. Он вышивался практически год. И я думаю, что его можно считать, да, большим, крупным процессом. Хоть и бисер, кто-то скажет, вышивается намного легче и быстрее. Здесь тоже есть свои нюансы. Вот. Поэтому у меня за этот год 7 готовых работ. Я этому очень-очень рада. Так, ну и все в кучу, да, рассказала, что у меня в личной жизни, мои планы за 2018 год. Расскажу об текущих, о текущих процессах. Так как текущих процессов у меня очень мало. Они начались буквально позавчера. Я очень долго думала, за какой процесс мне взяться. Много процессов. У меня 12 начатых процессов. Ну вот один уже заканчивается, бисер на 11. Тем не менее, хотелось мне уделить внимание и какому-то крестиковому процессу. Я долго думала и решила взяться вот за эту непростую работу. Этот дизайн от фирмы Буцилла. Но так как он снял с производства уже очень давно, я схему нашла. Но подбор ниток Буцилла, вы понимаете, это невозможно. Он не в ДМС. Там просто название цветов. И самостоятельно сделать подбор невозможно. Даже по фотографии ниточек. Потому что каждый носитель передает с искажением цвета. Поэтому я долго мучилась, но нашла решение. Обратилась в фирму Клубок желаний. Это девочки, которые находятся в Москве. Они организовали свою фирму и комплектуют дизайны известных фирм. Таких как Дименшетс и Буцилла. Из разных палитр делают перенабор. Комплектуют эти наборы ниточками. Подбирают. И делают наборчики. Вот я заказала у них этот дизайн. Это был мой личный просьбой заказ. И они для меня разработали. Я помимо этого дизайна купила еще несколько наборов. Но это был основной мой заказ. Все сделали быстро. Прислали в прошлом году. И где-то под Новый год я его начала. Буквально вот такой маленький кусочек. Вот здесь начала. И я не знаю почему. Но обломала меня. Но не могла я его дальше вышивать. Что-то как-то не пошло. Я отложила. Хотя мне и нравится. Вот эта вот такая милота. Этот ангелочек. Этот ягненочек. Прям такой хорошенький. Вот. Но не пошла вышивка. Лежала целый год. И в этом году я решила. Так. Надо начать. Вот. Когда начнешь процесс. Вышлется. Примерно к половине. Когда приходишь. Все. Потом уже. Процесс идет очень быстро. Идет к завершению. Я решила взяться. Организовать его. И попробовать. Продвинуть его. Давайте покажу. Что у меня получилось. Так. Притащила я свои тут пять. Ну уж извините. Как могу показываю. Значит. Организовала я на свой станок. Настольно-разведвижной. Это мой любимейший станок. Очень удобный. Классный. Но не о станке сейчас речь. А о моих продвижениях. Вот такой вот кусочек у меня здесь удалось вышить. Я склеила два листа нижних. Неполноценные. Они такие. Знаете. Обрезанные немножко. Эти листочки добавленные. И решила вышить полностью весь низ. Практически весь низ я вышила. Мне осталось дошить. Ну примерно. Две с половиной тысячи крестиков. Да. Чтобы дойти вот. До края. Посмотрите как получается. Мне очень нравится. Красиво. Реалистично. Самовышивка непростая. Здесь очень много бэкстича. Много одиночек. Вышивается. Ну так. Непросто. Вот. Ну. Красиво получается. Очень интересный дизайн. И я думаю, что в следующем видео я найду возможности время. И расскажу вам более подробно. И о наборе. И о процессе. Вот. Сейчас я просто хотелось мне показать вам. Чем я занимаюсь. Да. Вот такой вот дизайн. Буду над ним работать. Надеюсь, что скоро курсы мои закончатся. И я сразу за вышивку схвачусь. Вот. Значит. Я работаю. Это основной мой процесс на сегодня. Все свое время. Свое маленькое время. По два часа там где находится. Я уделяю этому процессу. И также я еще подумала об одном процессе. И решила попробовать завершить его. Сейчас я вам покажу, какой процесс я взяла. Сегодня все так быстро-быстро. Вы меня простите. Но я стараюсь немножко вам обо всем показать, рассказать. Да. Потому что долго меня не было. Вот как-то надо начинать. Вот. Простите опять же, что вот так. Это сделать своими руками волшебные часы. Я вставлю где-то картинку, какой процесс я вышиваю. И оставлю ссылку на видео о всех моих начатых процессах. Вы можете посмотреть и увидеть, на каком этапе у меня находился этот дизайн. В принципе, здесь я ничего еще не вышивала. Только попробовала несколько крестиков вышить вверх. Вышивается работа с черстяными ниточками. Вот. Я оформила, я организовала, простите, этот процесс сейчас на кюснапы. Отрезала здесь. У меня была большая ткань. Это был глиный такой процесс. Я ее чик-чик отрезала. И организовала на кюснапы. Возьму с собой поездку. Мы завтра уезжаем в такой небольшой отпуск по Греции. Поедем, как это называется, на горячие источники в Северную Македонию. Там очень хорошие источники, красивые места. Поедем отдыхать, гулять. Конечно, я не планирую там вышивать. Но могут быть какие-то минутки, какие-то вечера, где я надеюсь повышивать этот процесс. Вышито здесь у меня достаточно много. Осталось уже чуть-чуть. Половина, ну, немного здесь вышивается. Возможно, не удастся его в январе завершить. Почему бы и нет? Будем ставить планы. Будем ставить грандиозные планы, чтобы успеть выполнить хотя бы половину этих грандиозных планов. Вот такие вот у меня дела. Что по планам? Что по планам? А давайте немножко по планам поговорим. Так, ну что, давайте немножко поговорим и о планах на 2019 год. Ну, во-первых, по традиции, обычно, что переходит в первую очередь на планы, это, конечно, наши начатые процессы. У меня их много. Я не знаю, закончу я их все, частично. Конечно, главный упор я буду делать на те процессы, которые уже начаты. Но я не буду себя заставлять и требовать, что вот давай, садись, вот только их и вышивай. Нет, все-таки это мое хобби. Я должна получать удовольствие, отдых и радость от каждого процесса. Поэтому, те процессы, любимые и желанные, конечно, я буду на них ставить основной упор, но, возможно, мне захочется вышить что-то новое. Из ново начатых, в первую очередь, мне хотелось бы завершить серию панны, вот этих кружков. Это вот то, что я вам показывала, мужские дизайны, это женские, это вода и земля, очень красивые, легкие, прекрасные. А хочу, хочу их вышить. Вышиваются легко. Ну, я думаю, что если ничего не изменится в жизни, я их обязательно вышлю. И еще один процесс, набор, который мне хотелось бы обязательно начать и выполнить, это поцелуй Климта от Риолиса. У меня вышита материнская любовь. Ну, надо вышить вот этот, чтобы оформить. В 2019 году я хочу обязательно сделать упор на оформление, завершить какие-то процессы, которые уже, или серии, которые давно у меня уже как бы начаты, тянутся. Вот, хотелось бы, конечно, еще и ланцвит, но это сложный процесс. Может быть, я селю, не буду его здесь озвучивать особо, но вот эти три, хотя бы, да, хотя бы вот эти три. Я думаю, это реально, это возможно, их начать и завершить, и оформить в моей серии. Вот, ну, я думаю, на этом все. Не знаю, когда выйдет это видео. В любом случае, хочу пожелать вам хороших, радостных праздников, Нового года, Рождества, здоровья, счастья, любви, чтобы все в вашей жизни было хорошо, чтобы ваши семьи были счастливы. Ну, и у вас было, конечно же, время на любимое хобби и финансовый достаток. Оставайтесь на канале. Я благодарю вас, что все это время вы терпеливо ждали моих новых видео. Желаю вам всего самого хорошего. Ну, и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok